Такие люди, которые родились в эти даты, 6, 6, 15, 24 числа, это люди, которые родились в достаточно благоприятное влияние планеты, это Венера, Меркурий, ну и пока это близнецы и есть такое понятие трикон воздуха, то есть у нас есть водные знаки, у нас есть воздушные знаки, у нас есть огненные знаки, да, вот. Вот, так, ну прекрасно, но несмотря на вот эти влияния, хорошее влияние планет, в принципе, такие люди, они имеют несколько фаталистический, скажем так, взгляд на жизнь, вследствие этого какие-то мрачные присутствия приступивного поля и приступив одиночества типа такого. Но влияние, особенно меркурианцы, да и, собственно говоря, что такое 24 число, 24 это 6, да, мы дальше поговорим более, пока это очень просто, это, так сказать, все знают, это везде можно найти, у меня, правда, мой подход есть, где сочетание есть, несколько вариантов подхода к нумерологии, но вот дальше будет несколько другая, более сложная, наверное, система и более будет относиться эта система к философской, допустим, концепции. Ну почему? Ну почему? Ну, дальше мы увидим, иными словами. Вот, то есть, еще раз, дело в том, что Венера, она налагает определенную, скажем так, энергию Венера. Венера, как мы знаем, это планета красоты, которая, с одной стороны, да, любви и красоты, которая, с одной стороны, очень здоровая и замечательная, особенно для женщин, да, лучшие друзья, девушек, это где вот здесь, это бриллианты, да, и это палец Венеры, вообще-то говоря, называется, да, вот, поэтому, в общем-то, принято носить, правда, в разных традициях, на разных континентах, скажем, в Советском Союзе, в России, неважно, на Руси, носили, значит, вот, обручально-конценно носили на правой руке, а в Соединенных Штатах, к примеру, да, носит обручально-конценно на левой руке, да, вот, то есть, носит на правой руке и на левой руке, ну, все-таки, если говорить уже по системе, все-таки на русском языке говорим, да, то будем, так сказать, и настаивать на этой стороне, вот, знаете, как это было у Жванецкого, хорошо, когда понимаешь язык женщины, вот, кольцо на правой руке, замужем, кольцо на левой руке, разведена, кольцо на правой руке и на левой руке, замужем и есть человек, оба женаты, один на мне, ну, типа такое, вот, а там дальше много, но это займет на всю программу, поэтому давайте, значит, поговорим, то есть, очень серьезное, очень мощное влияние на окружающих и невероятная привлекательность, это свойственно всем, из шестого, те люди, которые оденятся не только в июне, в июне просто еще дабл, двойное, поскольку это еще шесть месяц, да, шестой месяц, поэтому в июне тем более, да, то есть много романов можно предполагать у таких людей, каких-то необычных, поскольку тут уже Меркурий, понимаете, какие-то любовные приключения и жизнь такая непростая, ну, в плане какого, не рутинная, не монотонная, потому что шестерка, это тоже, ну, Меркурий, да, в сочетании еще с Венерой дает очень такие необычные качества человека, тем более, если человек и внешне, так сказать, привлекательный, плюс он еще умеет говорить, но, как мы знаем, женщина любит, так сказать, определенными местами, да, вот, поэтому можно, так сказать, заговорить, уговорить и так далее. Ряд чисел, кстати, если мы уже говорим об этом, то ряд чисел, это хорошие друзья, тройки, шестерки, девятки, это между собой, они замечательные друзья, и с другой стороны, они точно такие же, так сказать, говорливые такие, вот, ну, в данном случае еще плюс Венера. А если мы говорим про финансы, так, ну, во-первых, да, стремление к независимости, это свойственно и тройкам, и шестеркам, и девяткам, шестеркам, чисто любивое желание во всем произойти окружающим свойственно, и тройкам, и девяткам, как и шестеркам, вот, а по финансам, ну, туда-сюда, да, но больше все-таки в плюс, чем в минус, какие-то красивые, какие-то подарки, красивые подарки, возможно, наследство может быть присутствовать, ну, так, а по поводу здоровья, нервные перегрузки, поскольку как и тройки, так и девятки, они способны работать очень много, очень длительные периоды, ну, и вот, вот такие вот вещи, перегрузки, нервные перегрузки, они вполне возможны, ну, и вообще-то говоря, вообще-то говоря, говоря, то есть мы говорим как, то есть это легкие, это бронхи, это варианты здоровья, которые могут идти в минус, ну, бронхи, тасма, вот это вот такое, даты, замечательные даты для этих людей, это первая дата по важности, да, они примерно одинаковые, но первая дата по важности, это 6.15.24, но поскольку там присутствует Меркурий, то это 5.14.23, это даты не месяца, да, ну, и что было бы полезно, надо носить в одежде цвета тех планет, которые присутствуют, ну, вот, в частности, да, в частности, если мы говорим о цветах, то планеты, ну, к примеру, Меркурий, да, это все светлые какие-то мерцающие, это нам, да, ну, понятно же, в основном это для женщин, да, вот. Дальше, Венеры, это, значит, светло, я бы сказал, они, правда, и синие могут быть, да, но такие, знаете, синие, насыщенный такой может быть цвет, но не в переход полностью в синий цвет, он где-то вот на пути, да, и особенно такой, знаете, так, переливающие такие цвета, они внушают и влияют на, ну, понятно, кое-чего набросать на лицо, и тогда все, все, это никто не устоит, женщины, особенно если бролянтик так глазком приложить, так вообще будет то, что надо. Мы сейчас говорим о таких, ну, простых, будем так говорить, вещах, о физических каких-то, физическом привлечении и физических какого-то влиянии, да, ну, и что еще было бы, допустим, ну, кроме вот этих вот лучших, друзья, девушек, как мы знаем, это бриллианты, но еще есть и жемчуг, есть еще и изумруд, да, ну, как мы видим, и бриллианты, и изумруды, это дорогие камни, вообще-то говоря, изумруд сегодня приобретает даже большее значение, возможно, большее значение, чем бриллиант. Почему? Ну, может быть, мы все знаем о том, что самый-самый, как-то считается, дорогой камень это изумруд, бриллиант, простите, но я могу сказать о том, что не совсем это так, особенно сейчас, поскольку у нас год, во-первых, не значит, что это 2022-й под Венеры и только там, но еще потому, что это такие шесть, а вот про шестерки мы говорим чуть-чуть позднее, ну, почему? Вот давайте мы перейдем к более сложной части, допустим, для восприятия, потому что у нас сегодня, если так по большому счету все просуммируя все эти цифры, эти числа, то мы придем к чему? Значит, шесть, правильно, число, то есть, простите, 24 это шесть, два плюс четыре, шесть, месяц у нас шесть, 2022 год у нас шесть, и того у нас шесть, 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 да? Три шестерки. И вот здесь кроится, таится очень серьезные вещи, о чем мы немного знаем. Я не один раз делал программу, вообще-то говоря, по трех шестеркам, уже давно, да? Но я напомню, те, кто вот, может быть, недавно у нас пришли, в общем-то, с чего это начиналось. Есть такой маленький городок, да? В штате Охайо, в Соединенных Штатах, который называется Трой. И вот, значит, в этом городке впервые, впервые в мире был создан, как так сказать, код, бар-код, который считывал вот эти вот, как мы сейчас все видим и все знаем, нет такого, чтобы на кассе там это выбивали, вот это все, да? Значит, там ценники там у них висели, там у кассиров и так далее. Нет, сейчас все очень и очень, просто все очень и очень ускоряется. И что самое интересное, вот эти вот ускорения, это весь мир, в котором мы находимся. Он очень и очень серьезно и очень серьезно ускоряется, да? Вот. То есть, в свое время, значит, вот в этом городке, это была штаб-квартира такого корпорации Хобарт, американская корпорация Хобарт, которая зарабатывала машины для взвешивания, определения цен на какие-то товары, цепочья товара, лесные товары и так далее. И вот, значит, 26 июля, июля, простите, 26, сегодня у нас 24. 26 июля 1974 года. Сколько сейчас, давайте посчитаем. 7, 11, 12, 12, 7, 19, 9, 11, 6, 9, да? В сумме, по-моему, да? Короче говоря, была сеть супермаркетов. Сейчас их нету. Это было, сколько, 7, 4, сколько времени прошло? 40, 8 лет, да? 48 лет. Тоже, кстати, дата. 48 – это два раза по 24. Вот. Мы сейчас дойдем к тому, что такое 24, что такое 42 и так далее. Так вот, был отсканирован первый товар. Впервые. В мире первый товар. Вот в этом марш. Это был вот этот супермаркет. Помеченный каким-то таким универсальным кодом, который UPC. Universal вот этот код, да? Это было серьезное событие. Это был определенный ритуал. И вот в этом коде зашифрованы почему-то 3600. Почему-то 3600. Вот. И дальше дальше это все разошлось по всему миру. Ну, и относительно недавно, потому что, я помню, навещая, так сказать, Совет... Ну, это уже Россия, конечно, была. Но еще тогда только вводились. Я помню, когда только вводились. Хотя, ну, уже сколько? 48 лет, да, получается. Вот. Значит. Ну, и дальше тут есть очень тоже интересный момент. Это все имеет отношение к чему? Деньгам, правильно? К финансам. Если мы будем говорить о финансах, еще раз, это более сложная часть. Пока она еще на основе цифр, это еще туда-сюда. Но дальше мы перейдем к террасофии, где будет совсем сложно. Наверное, эту тему надо будет делать в отдельную программу. Сейчас, как бы, я не готов на это. Ну, какие-то моментики, да. Значит, так вот, все то, что касается финансов, денег, да. Поскольку Венера, Венера, и число 6, да. И если мы посмотрим на число, скажем, к примеру, 15, да. Не число, а на карту 15. Второе. Мы увидим некоторые там диванчики, да. Так вот. Исторически. Исторически. Все финансовые рынки, и вот этого абсолютно никто не знает, ну, точнее, знает, но не связывает это все, да. Финансовые рынки регулируются числами Фи-бо-начи. Мы сейчас к этому дойдем, да. То есть, они сделаны Тринити, да. Тринити. Вот мы, наверное, знаем, многие смотрели Матрикс, да. Матрикс. То есть, мы находимся в Матрице. Матрица представляет собой, ну, как бы, тюрьму для души, заключенную в тело. Об этом мы говорили в предыдущей программе. И вот Тринити или Троица, да. Как мы знаем, Святая Троица, к примеру. Числа следующие. Значит, 1, ну, 0, 1, 1, 2, 5, 8, 13, 5, 8, 13, дальше 13, 21, и, ну, в общем, идет дальше 42, 132, ну, там перечислить уже дальше не надо. В 55, там есть 89, ну, и дальше, да. Так вот, в этом ряду существует число 42. 42 число, если мы развернем ее, да, то мы получим 24. То есть, сегодня такая интересная вот такая вот дата, и плюс еще совпало, так совпало, о том, что у нас 5 планет, 5 планет, да, 5, это число Меркурия, да. И здесь, об этом можно посмотреть и почитать, это не такое, это редкое явление, да. Вот, оно что-то, возможно, обозначает, но, допустим, с моей точки зрения, я написал, я вот получил эту информацию, вчера мне прислали, но я написал так. Да, ну, да, интересные совпадения, очень много, но вот я не вижу никаких особых глобальных, ну, во всяком случае, я не вижу, я могу, понятно, ошибаться, но я не вижу каких-то особых глобальных событий, связанных с этим, но то, что это имеет отношение к финансам, без сомнения, поскольку, если мы обратим внимание совсем в другую сторону на финансовые рынки, то мы увидим очень серьезный подъем. Чем это закончится сегодня, я пока не знаю, но, во всяком случае, подъем он есть. Это имеет отношение к финансам. Так вот, давайте мы перейдем к числу 24 или 42, да, так вот, есть три кода, один из них три шестерки, да, а 24 это шорт-код или короткий код, 2 плюс 4, 6, короткий код трех шестерок, да, вот, три шестерки в Библии это число зверя. Так вот, один из трех ключевых чисел последнего времени, вот эти числа, три шестерки, 1260, это определенный код, мы сейчас пока его касаться не будем, просто коротко. Коротко, три шестерки, еще раз, 1262 число и 42, это код, да, вот, так вот, Нострадамус, он тоже использовал три кода, Нострадамус, он использовал, ну, неважно, 0,8, 3,8, это число 300 и так далее, и плюс 42. Эти три кода используются в Библии, кстати, да, так вот, в немецком, пример, в немецком языке, почему немецкий, ну, я не хочу вдова углубляться в эту тему, поскольку это уже там какие-то нюансы, которые, ну, возможно, не будут понятны и приняты, но во всем случае есть на протяжении очень многих лет Германия играет роль, достаточно серьезную роль, да, вот, чуть ли не ключевую роль в том, что, ну, в каких-то развитиях, мы знаем, он участвовал в двух воинах и так далее, и так далее. Ну, и Генрих Кайзер там есть, так есть, у Нострадамуса, кстати, есть какие-то предсказания о том, что, ну, почему? Так вот, в немецком языке PHI или PI, да, переводится PI и FI, то есть, сочетание PHI, просто PH, в английском языке это F, да, FI, Bonacci, FI, да, интересно. Так вот, я не знаю, спеллинг, я не знаю немецкого языка, но, по-моему, если поправят у нас, то есть, если я правильно произношу, вейх, 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 вейх это зверь, переводится, это три шестерочки у нас, вот, и о чем здесь идет речь? О том, что вот эти вот три шестерки, это сегодня в наше время будет играть ключевую роль до одного момента. И вот этот момент, к сожалению, мы пока не используем, или используем очень и очень мало. То есть, речь идет о том, что мы не прибавляем или не используем наш самый главный эгрегор, то есть, нас самих, а мы есть души, а если мы есть души, то предыдущая программа, мы должны эволюционировать с помощью, все-таки, понимания нашей природы, правильно? Эволюционировать, ну, хотя бы быть, жить, существовать. Шестерка, утроенная шестерка, планета Венера, она во все века, во все времена, во все тысячи, миллионы лет, несмотря на вот это творчество у нас на земле, скажем так, ну, для нас, людей, человеком, да, это все понятно, это для материи все здорово, но душа к этому не имеет никакого отношения. То есть, получается, что? Получается, мы нашу божественную душу, а знак Христа – три восьмерки, да, три восьмерки, и так получается, мы не используем эти три восьмерки почему-то, да, а мы используем почему-то три шестерки, поэтому это названо число зверя. Здесь очень много и аллегорий, и очень много кодов, интерпретация там может быть разная, восприятие этой информации может быть совершенно разное, и все очень и очень просто, когда начинаешь смотреть и читать, я уже говорил, да, меня не интересует ответ на вопрос, который я задаю, меня интересует реакция на этот ответ, и когда я получаю определенную реакцию на какую-то, вот, есть информация, мы получаем информацию, сегодня я получаю информацию, допустим, и сегодня я, допустим, даю информацию. Как этой информации относиться, это дело уже как бы не мое. Моя задача и любого из нас задача делать свое дело. Если мы будем ожидать, что от получения информации мы выразили мнение и получили ответ, ну, это уже никуда не годится. Почему? Нам надо делать только свое дело, жить в соответствии с правилами, законами, заповедями и так далее, и так далее. Каждый из нас, и тогда не будет вот этого противоставления. Почему? Потому что так у нас сегодня в нашем мире, в нашу эпоху Кали-Югу, вот сегодня такая система. То есть есть информация, и где-то кто-то постоянно ищет несоответствия, постоянно ищет противоречия, конфликт и так далее, и так далее. Это не значит, что надо с ней соглашаться. Но если мы хотим, почему? Потому что мы все с разным уровнем познания, с разным уровнем ментальности, я бы сказал, интеллигент или разумности, да. Вот, поэтому мы все воспринимаем информацию. Но казалось бы, если информация не соответствует нашему восприятию, я уже много об этом говорил, надо было обжидать вопрос, а почему вы так считаете? Нет, что делает человек? Он гнет свою линию и упрямо продолжает рассказывать, потому что это его такое мнение. Ну, есть два варианта. Или оставить его в покое, и не трогать его, понимаете? И тогда все это потихонечку утихает, потому что если вверхусь в какой-то спор, дороже себе будет. То есть идет энергия отвлечения, и человек, сам того не зная, он находится под влиянием зомби. Вот то, что происходит сегодня, я не хочу касаться всяких там последствий, всяких превентивных мер, да. Поскольку этого делать не стоит, но все-таки на Ютубе находимся. Но это именно о том, что душа и тело, вот эти две вещи, которые совершенно никак не совместимы. Душа – это постоянная величина, да, она неизменная величина, она постоянная, а переменная величина – тело. То есть перемена тела, короче говоря, да. Вот сегодня, сейчас оно одно, завтра оно будет другое. Мы ушли в мир иной, и куда мы не ушли, ни в какой мир иной не ушли. Тело ушло в другой мир, душа, она, конечно, идет формально тоже куда-то там. Потом она, ну, ей же надо как-то, в общем-то, выяснить, где и как, и чего. Она забирает с собой материальные элементы, материальные элементы, тонкие тела она с собой забирает, понимаете? Вот, и вот поскольку она окружена вот этими тонкими телами, да, она себя ассоциирует с этими телами, так и мы ассоциируемся себя с этими телами. И поэтому мы в основном все время чего-то хотим, да, вот эти вот хотелки, вот эти вот желания наши, да, забывая абсолютно все обо всем, что, для чего мы созданы. Еще раз, лечили вот здесь ушами, да, женщины, они слушают как бы ушами и любят, кстати, да. И это правильно, но только и мужчинам надо было бы не просто, так сказать, пользоваться влиянием, особенно вот этим венерианцам, понимаете, да, мужикам, которые родили 6, 24, 15. Вот, не просто для каких-то своих личных сил, а для того, чтобы выполнять свою задачу и говорить, и тогда было бы полное соответствие. Но это правильно, вот, это правильно, когда ушами, почему через звук, через вибрации можно сделать все, что угодно и лечить тело тоже, мы это знаем. И поэтому с помощью, уже было в предыдущей программе, с помощью мантры человека лечили. И не просто лечили человека, а взывали к его душе. И тогда оттуда-то все идет, из главного идет, правильно? А мы как-то все вот, ну, на плоскости как бы видим. И, к сожалению, это не работает. К сожалению, это не работает. Дорогие друзья, ну, еще раз, во-первых, мне хотелось бы вы поздравить именинников, сейчас только подключается, да, и я говорил о, кто не сначала слушает, да, первые там пару минут микрофончик не работал, но сейчас нормально, я переключил на обычный микрофон. Посмотрите, посмотрите, начало. Так вот, еще раз, именинников, конечно, мы поздравляем тем, которые родились, и посмотрим, какое влияние появится сегодня и чему оно будет способствовать. Следующее, вот, влияние этого дня, трех этих шестерок и в то же время пяти планет. Вообще-то, в свое время, когда родился Иисус Христос, быстро, не только Иисус Христос, личности, которые раздались, ну, яркие. Иисус Христос – это же не человек, который родился, а все-таки аватар, правильно? Поэтому было определенное обстоятельство, ведь это же по воле Бога, да, все происходит, и планетки, они тоже не просто так, да, они же относят к материальному миру все-таки, но они, когда они становятся определенной конфигурацией, что-то возникает, что-то происходит. 2022 год, год, который проходит по влиянию планеты Венера, вот, это год особенный. Особенный здесь идет, ну, скажем так, узкая тропинка и по обоим сторонам пропасть. Вот, тут все зависит от того, как мы пройдем, то есть, немного вправо, немного влево, и все, да, значит, вот если мы сумеем пройти, по этой тропинке, да, узенькой, то все нормально. Почему? Потому что мы войдем в следующий год. 2023 год, он находится под энергией, скажем, планеты особой, да, ну, в западном – это Нептун, а в восточном – это Кету, но, тем не менее, везде, во всех, скажем, трактатах и библейских, и других старинных трактатах, в ведах описано, что семь – это число очень и очень необычное, и вообще, в принципе, скажем, семь лучей, да, мы это знаем, ну, много, много. То есть, о чем идет речь? Вот этот год решающий в плане того, сколько людей будут оставаться. Вот это очень больной вопрос, потому что, ну, смерть, как мы знаем, она символизирует рождение, имеется в виду смерть, даже если это смерть какая-то такая условная, не физическая смерть. Вот. И вот здесь будут выживать те люди, которые, ну, сумеют божественную свою структуру поставить на первое место, а потом уже материальную, потом уже тело. Ну, вот примерно так. Если у нас есть какие-то вопросы, вы их задавайте. Здесь много, мы будем продолжать, у меня очень много информации. Информация не обязательно для YouTube, точнее, может быть, и нежелательная. Но если есть желание, то у нас есть несколько каналов, да, и у нас есть, как вы знаете, SunGates Underground, у нас есть, у нас есть просто SunGates Chat, вот. Если кто-то не знает и там не участвует, то вы напишите сейчас, я не буду искать ссылку, но напишите тогда в комментариях, вам ответят, дадут ссылку на канал, куда вы можете присоединиться, потому что там, ну, не часто, но периодически идут программы, которые, ну, более такие откровенные, скажем так, где можно как-то по-другому это все интерпретировать, да, или вариант информации, еще раз. Вариант информации может быть разный. Вот появилась там одна ссылка, я уже, еще раз, я оставил голосовое сообщение, но кто не читал или кто там не присутствует, вот, ссылка корреспондента, который как раз таким живет в Харькове, и он американский корреспондент, ну, я не знаю, ну, вероятно, он говорит по-русски, но во всяком случае он американец, да, и он давал свою оценку и так далее. И вот здесь появились тогда очень неоднозначные комментарии, типа комментарии, я называю, я беру это в кавычки, комментарии, потому что это не комментарии, комментарии мне не нравится, мне не нравится, или это не комментарии, это вообще ни о чем. Вот комментарии это по сути, вот там шла суть какая-то о подаче информации. Как мы можем относиться к этой информации? Это мы относимся, как обычно, да, то есть мы себя ставим в клетку, вот ту самую клетку, вот эти шестерки мы себе ставим. Почему? Потому что это мы, это они, это моё, это наше, а вот всё остальное – это ихнее. Это их страна, и там хоть всё, что угодно пускай будет. А вот это наше, это моё, понимаете? Не дай Бог тронуть моё. Но нет моего, нет нашего, нет ихнего. Это для материи, да, есть, но для души это же нет моего. Что такое, как понять, моя душа. Мы и есть душа. Куда идёт моя душа? Но это сразу человек, когда ставит телегу впереди лошади. Куда может идти душа? Это мы и есть душа, обречённая в тело. Куда идёт моё тело? Это другой вопрос. То есть пока, пока, к сожалению, пока, к сожалению, нас этому не учили. Единственный вариант обучения – это, я не говорю, что в центре СНГ есть, ну, их много таких центров, но в СНГ есть преподаватели, которые это понимают, как минимум. Более того, они имеют очень серьёзную квалификацию. Заметьте, вчера я смотрю, у меня показывает, то есть у меня на телефоне показывает, что идёт трансляция. Я смотрю на время, у меня время где-то 6.30 вечера, да, но в Москве в это время 2.30 ночи. А трансляция идёт как раз-таки оттуда. То есть Альяна делает, Альяна, один из преподавателей нашего университета, она делает программу в это время. Ну, и там находится больше, возможно, людей, чем приходит в программу. В обычное время, где вечернее время, тогда чем мы занимаемся? Ну, это же медитация подготовки нас самих к каким-то серьёзным событиям, которые могут. А мы все, как говорят, под Богом ходим, понимаете? Всё может быть. Я уже говорил о том, что санспад, вот это вот то, что есть, это точки, которые направлены куда-то, как бы на Землю, на Солнце. Такого ещё не было. То есть что-то происходит. Вот аномальная жара, у нас стоит 100 градусов, уже 100, это примерно 40, где-то так, по Цельсию, да, стоит уже в течение, ну, на наших, так сказать, широтах, это нечастое явление, скажем так. То есть могут быть, но на протяжении долгого времени, более того, тем не менее, какие-то события очень и очень интересные, с одной стороны, с другой стороны, они могут оказаться тяжёлыми, иметь тяжёлые последствия. То есть уже было в предыдущей программе, я, правда, задавал вопрос, но это же, так сказать, вопрос субъективный, ответ, точнее, может быть, субъективный. Магма, да, Земли, магма, она поднимается, выходит на поверхность, это означает о том, что что-то происходит, горят там торчаники, горят там веса, пожары, аномальная совершенно жара, что будет происходить с продукцией, с питанием, с источниками энергии, это программы другие. Но, тем не менее, они имеют отношение к этим шестёрочкам, которых мы сегодня. Дорогие друзья, тем не менее, тем не менее, первое, именинников с днём рождения, второе, мы, раз вы здесь находитесь, вы совершенно не случайные люди, гарантированно, да, вы находитесь под щитом, который стоит над всем центром сангетии. Серьёзно говорю? Я не шучу. Как ни странно, оно есть. Но почему? Потому что центр создан не потому, что я так захотел его создать. Центр создан, потому что он создан. Вот вы бы спросили, если кому интересно, не у меня, допустим, да, ладно, я его создаю, но спросите, к примеру, у Елены Тимофеевны Смирновой, да, вот, она вам расскажет во всех подробностях, что это такое, вот, если кому-то интересно, вы посмотрите, пятилетние давности, ещё, вот, где она об этом рассказывает. Это есть у нас в архивах. Сейчас я, наверное, с трудом это найду, но в архивах это есть, да, то есть этот центр был создан вот оттуда, вот сверху, да. И вот сегодня, если мы здесь находимся, то это большое для нас, ну, благо, я бы сказал. Вот и всё. Вот с этой целью и было создано. Поэтому я поздравляю всех нас, и я очень рад, потому что у нас не так мало людей, в принципе. Могло бы быть значительно больше, но видите ли, санкции, ограничения, понимаете, это моё, а это ихнее. Мы возьмём и сделаем вот своё наше такое, да. Мы новый мир построим, разрушив то, что это основание, и кто был не кем, то станет всем, ну, дай Бог, чтобы мы стали всем. Вот, во всяком случае, я бы этого желал. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok